Маленькая Соня появилась на свет раньше срока. Она родилась в начале лета, и ее вес был меньше килограмма. Сегодня, спустя два месяца наблюдения в перинатальном центре, малышка отправится домой. Мама девочки Татьяна Еремеева с самого начала была уверена, что все сложится хорошо, ведь она уже не первый раз попадает в этот центр. Сейчас у Татьяны растет здоровый мальчик, трехлетний Саша, который также родился недоношенным, весом около килограмма. Экстренно меня привезли сюда. Выросли, сейчас все хорошо. Ходим в садик, так же развивается, не отстает. Я уже знала, как здесь, я уже была уверена, что все будет хорошо. Врачам, конечно, благодарность большая. Все быстро, все работает, и медсестры, все хорошо работают. В реанимации выхаживают детей от 22 недель. Сначала их подключают к аппаратам искусственного дыхания, помещают специальные боксы-кувезы, которые называют искусственной маткой. Именно так поддерживается жизнь и развитие ребенка. В среднем в реанимации младенец проводит месяц, но это все индивидуально. Когда малыш начинает дышать самостоятельно и набирает вес хотя бы в килограмм, его переводят в отделение патологии новорожденных и недоношенных детей, где продолжают круглосуточное наблюдение. Очень приятно, когда видишь ребенка, он был 700 грамм, а потом, когда он выписывается, это уже человек больше двух килограмм веса, очень приятное, трогательное вот это вот ощущение и, наверное, даже значимости нашей совместной работы, потому что видишь это, так сказать, наяву. С начала года в перинатальном центре провели около 3000 родов. 374 малыша появились на свет раньше срока, а 17 – с экстремально низкой массой тела, в пределах одного килограмма. Модернизация оборудования и повышение квалификации медиков помогает спасти все больше маленьких жизней. Мария Левина, Василий Калдашов. События.